Добрый день! — Ну, кстати, между прочим, из программы, которая прошла, я понял так, что это довольно просто. Вот давай узнаем, что думают об этом наши слушатели, да? Вопрос было три, ты правильно сказал, ответа, да? Три варианта. Что у нас там? — На нашем сайте лидирует вариант ответа «Непросто», и, в общем-то, это, наверное, соответствует действительности. Мы, в том числе, от специалистов услышали, что желающих очень много действительно попасть. — Ну, речь идет именно о попасть на бюджетное место. — На бюджетное, непросто. — Да, непросто. Это они признали, что. А вообще-то записать, как объясняют, довольно-таки нормально можно. — На нашей странице ВКонтакте. Наоборот, вариант ответа просто лидирует. Тоже 50% он набрал голосов, никогда не пробовал, 45% ответили. Ну, видимо, еще не сталкивались действительно с такой проблемой, с такой задачей. — То есть здесь, на самом деле, немножко такой вопрос, записать ребенка на бесплатное, имеется в виду, да, вот, наверное, на самом деле сложно. А вообще просто устроить, как мы сегодня выяснили, секцию на каждом столбе объявления, приводить и записывать. — Но при этом нужно тщательно проверять все-таки. — Ну, это да. — Тех, кто предоставляет эти услуги, кто будет работать с ребятами. — Почему Светлана Медведева, когда начинала программу, она сказала программу, в общем-то, о выборах, которые, может быть, даже важнее, чем те, которые предстоят нам десятого. — Итак, 10 сентября, меньше двух недель уже остается до выборов по всей стране. В нашем регионе, напомню, будут выборы губернаторские. Во-вторых, ступенька ниже, это Кировская городская дума. Пять лет прошло с момента последних выборов. Масса-масса всевозможных муниципальных выборов, муниципальных депутатов. Мы, конечно же, за оставшиеся две недели до этой даты, даты X, 10 сентября, еще будем говорить об этом. У нас уже предложение от нашего гостя поступило, организовать в том числе и на нашей площадке голосование, пойдете ли вы, не пойдете на выборы. Ну, чтобы так вот в преддверии оценить ситуацию. Наш гость Денис Шадрин, эксперт движения в защиту прав избирателей «Голос». Добрый день, Денис. — Добрый день. — Да, не первый раз встречаемся в нашей студии, на других площадках. Денис, в общем-то, активность проявляет. Вот недавно своему Кировскому интервью было дано, мы его с интересом почитали. Тут «Коммерсант» выпустил очередную аналитическую статью по поводу предвыборного расклада в нашем регионе. И упоминаются там и кандидаты, идущие на это выборы. Ну, в целом, не знаю, среди моих знакомых очень много людей, которые далеки от политики, от каких-то решений сложных вопросов. Я их периодически при встрече спрашиваю. Ну, как вот пойдете на выборы? Считаете это важным, нужным? Все как-то отмахиваются по большому счету. Дано, говорят. Денис, действительно, вот в целом у людей какое-то, не знаю, если максимум нейтральное, но такое пессимистичное отношение. И почему? Да, и почему. Как показывает явка последних лет, отношение людей к выборам изменилось. Поэтому сейчас какие выборы? Выборы в целом имеем в виду? Выборы в целом, в стране, да. Потому что, ну, перестали ходить на выборы. Явка минимальная во многих регионах. Ну, в европейской части России, скажем так. Перейти даже, допустим, к городам крупным. Они практически мало представлены в Государственной Думе. Ну, даже взять город Киров, он мало представлен в ЗАГС собраний. Почему такая ситуация сложилась? Ну, а потому что территориальные группы как по ним голосуют? То есть, голосуют, города не пришли на выборы, значит, мандаты уходят в территориальные группы, в региональные группы. Ну, в районные у нас там, да, если говорить, да? Да. Те, которые, ну, больше показали явку. Вот и все. Если взять даже, ну, город Киров, то в городе Кирове около 400 тысяч избирателей, ну, там чуть-чуть больше. Или чуть меньше? Ну, чуть больше. Чуть больше все-таки. 400 тысяч там и что-то немного еще, несколько тысяч. Соответственно, примерное там разделение округов по законодательному собранию выборов, которые были в прошлом году, там 40 тысяч на округ примерно избирателей. Соответственно, округов в городе Кирове 9, то есть, должно быть 10, по идее. То есть, один мандат, как минимум, там, нарезка округов у города. Ушел куда-то. Да, ушел в область. Да, также по территориальным группам. То есть, это вот именно потому, что вот эти вот возникли понятия как территориальная группа. Раньше эти избирались проще, да? Вот человек, значит, от города кто-то обязательно будет, если есть. Ну, в других странах этот вопрос решается очень просто. То есть, там, открытые списки, то есть, избиратель прохидиана, избирательный участок, допустим, в списке партии видит своего кандидата, за которого он голосует, отдавая голос за партию и за кандидата. Соответственно, этот кандидат, набравший внутри списка партии, хоть он там на 20-м месте, получает приоритет при распределении мандатов. То есть, в любом случае получается так, что количество мандатов соответствует численности населения, да? Ну, это в других странах, как бы так. А так, люди разочаровались в выборах, в принципе, после всплеска, там, такого, 11-го, 12-го годов. Они, видимо, ну, поняли, что из себя представляют выборы, не выдаваясь, там, какие-то подробности. 11-й, соответственно, Госдума, 12-й президентские были выборы. Да, не очень-то разбираясь, сложилось мнение, и мнение сложилось в ту сторону, что выборы там ничего не решить, и поэтому перестали в них участвовать масса. Ну, на самом деле, вот смотри, Денис, при той системе, которая сейчас есть, неужели на самом деле вот ничего нельзя изменить, если повысить явку, например? Изменить можно многое, если явка будет хорошая. Что именно-то? Мы имеем в виду изменить? Результаты, может быть, не могут быть? Результаты, конечно, будут другие. Конечно, результаты будут, во-первых, труднопрогнозируемы, во-вторых, совсем другие. То есть, взять даже выборы, которые у нас предстоят губернатора, то есть, я думаю, если явка будет там порядка 60%, и в том числе придет город, проголосует, результат может быть и второй тур и так далее. Если, опять-таки, высокая явка. То есть, высокая явка – это порядка 50-60%. А так у нас в последние годы где-то все около 30%. Ну, вот я смотрю, 14 сентября 2014 года явка избирателей по региону составила 36 небольших процентов. Да, именно так. Это, ну, такой средний, наверное, показатель по стране, насколько я помню, ситуация почти трехгодичная. Ну, как средний показатель? Это, там, скажем, минимальный показатель по стране, потому что есть регионы, которые, на самом деле, имеют и большее представительство в Государственной Думе, и там, где явка по 90-80%, это там Чечня, Карачаево-Чаркесия, там Дагестан и так далее. Республики, в первую очередь. Да, да, да. То есть, там, как бы, вот, за счет высокой явки они получают больше представительства? Да. Вообще интересный, конечно, момент. А как, на Ваш взгляд, Денис, почему такой упадок-то в сознании? То есть, вот это вот снижение явки, это зависит только от того, что люди потеряли интерес к выборам, или это потому, что люди не заинтересованы те, которые избираются в повышении явки? Это такой объективный процесс падения интереса, или это преднамеренно каким-то образом делается у нас? Ну, Вы знаете... Чтобы люди не ходили на выборы. У кандидатов в течение, ну, там, скажем, нескольких лет убивали желание вообще выдвигаться на выборы. Каким это образом происходило? Уже с значением, там, федерального законодательства. Муниципальный фильтр в том числе, да? В том числе, да. Это на выборы губернаторов. На уровне муниципалитетов, значит, там, кандидат самого движения собирает подписи. Да вообще, сейчас снижается конкуренция даже на муниципальных выборах за счет того, что по подписям просто, регистрируются единицы кандидатов. У нас в Кирове, в городе Кирове, в частности, из 11 выдвинутых кандидатов... Самого движенцев вместо, да? Да, да. Самого движенцев зарегистрировался подписям только один. Один из 11? Да. А у остальных подписей забраковали? Значит, кто-то не сдал документы, у кого-то забраковали, у кого-то сняли через суд. Но сам факт, что один всего это говорит об ужесточении федерального законодательства избирательного. То есть, получается, что выборы-то происходят на самом деле еще до выборов? Да. На стадии выдвижения, регистрации, агитации. То есть, когда, ну, такие сервильные кандидаты выходят на выборы, то есть, ну, от парламентской партии в частности, большой дискуссии-то на, скажем так, в период агитации не получается. А не с кем дискутировать? Ну, да. На самом деле, да, получается так. Поясним, один кандидат из 11-й, это в Кировскую городскую дому мы имеем в виду. Да, да. И самодвиженцы, то есть те, которые выдвинутся не по партийным спискам. Еще, допустим, сказать, что по муниципальному фильтру, это, конечно, муниципальный фильтр, это, там, он просто зверский. Почему? Потому что понятно, что у нас, он тоже у нас снизил конкуренцию на выборах, то есть, в частности, там, Дубравина, да, что он по подписи муниципалов не зарегистрировался, не собрал их нужное количество. Вот, но у нас движение «Голос» провело, в принципе, анализ, там, избирательных компаний губернаторских, то есть, первый период взяли 2001 по 2005 год. До отмены выборов. Да, да, до отмены выборов. И с 2012 по 2016 год. То есть, в первый период проходило 75 избирательных компаний, во второй 71. Ну, то есть, примерно, да. Если в первый период было 29 вторых туров, то в наш период, в котором там с 2012 по 2016 год, всего один второй тур. Среднее число кандидатов на одну компанию упало с 6 и 8. Ну, почти с 7, то есть. Да, до 4,5. Максимальное число кандидатов в регионах было там 15 где-то человек, сейчас максимальное 7. Это зарегистрировано. Это самое максимальное, которое было на регионе. Да. Так вот, максимальное было вот с первого по пятый год. И прослеживается с тенденцией еще к снижению большему или пока рано об этом говорить? Или уже все ясно? Уже все ясно. На самом деле, снижать некуда, потому что, скажем так, депутаты, скажем так, партии власти помогают кандидатам в губернаторы для того, чтобы они зарегистрировались на выборы губернатора. Потому что, на самом деле, у парламентских партий, у остальных просто нет возможности преодолеть муниципальные фильтры своими силами. Я помню расчет такой, что вот у нас, если брать партийные принадлежности депутатов в районах, то просто вот так, ну, по честноку, если каждый будет брать только свои голоса, то есть коммунисты у коммунистов, там, с праворусов, с праворусов, то пройти официальный отфильтр может быть только одна партия. Да. Потому что у них, у остальных, просто физически не хватает людей, которые от этих партий там присутствуют. Именно так и приходится административным ресурсам, скажем так, нагонять. Там уже идет регулирование такое, да, да, да. Регулирование, поясните. Ну, как регулирование? Кому сколько, чтобы выборы конкурентные были? Да, 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 то есть кому разрешат отдать за кого-то или нет. Вопрос ведь такой, опять же, возникает, когда создавали этот муниципальный фильтр, помнишь еще, я, по-моему, Медведев еще говорил, да, это повысит активность партий на муниципальном уровне, что вот, пожалуйста, выдвигайте своих активных муниципальных кандидатов, у вас будут свои кандидаты, да, и ваш будет вклад в будущее. И ваш будет вклад в будущее, в будущем вы отфильтр пройдете. Почему получается так, что и на муниципальном уровне, условно говоря, партии, даже парламентские, не имеют своих представителей? Очень просто. У нас в России партия — это чисто городская специфика. То есть у нас активность политическая людей в городе вся происходит, а не на селе. То есть, ну, это специфика России. То есть ты там кандидата просто не найдешь. То есть своего, как бы, да? Ну, в принципе, у нас и партийных отделений-то практически не найдешь. Потому что, ну, на самом деле, в районе, там, в селе кандидата, там, допустим, для партии власти находят очень просто, то есть по административной разнарядке. Угу. Все. А по остальным, там, соответственно, разнарядки? Да, там нет административного ресурса у других парламентских партий. Стрелка показала именно этого человека все. Он назначен на то, чтобы дали левти. Небольшая пауза у нас сейчас будет. 211-101, номер нашего телефона. Мы хотим и с вами, слушатели, сегодня поговорить. Вот вопрос следующим образом ставить. Ставим. Вы определились уже? Пойдете ли вы на выборы ближайшие? Угу. Губернаторские выборы Кировской городской думы? Или не пойдете? Или не пойдете? И почему? Если не пойдете, то почему? Не упоминаем партии, не упоминаем кандидатов. Просто пойдете, не пойдете. Почему? Пойдете. Почему? Ну, для примера, чувствуя ответственность свою большую, да? За будущее города, страны и области. Или верю в то, что мой голос может что-то изменить, например. Или не пойду, занят буду в этот день. Не пойду, потому что не верю абсолютно в эту систему выборную. Вот на таком уровне хотим пообщаться. 211-101. Небольшая пауза. Скоро продолжим. А давайте сейчас начнем с того, о чем мы упомянули в перерыве. Денис Шадерин. Если передвижение в защиту прав избирателей «Голос», я вспомнил о том, что новая услуга введена в этом году. Можно обратиться в МФЦ по месту жительства, либо в избирком по месту жительства и написать заявление о том, что я хочу проголосовать в этот день вот здесь, по месту жительства, а не по месту регистрации. Это очень случай распространенный, когда человек прописан в том же районе, в населенном пункте, живут в областном центре. Денис застрел на этом внимание. Очень интересная штука, он сказал. Да, то есть, допустим, человек зарегистрирован в районе, живет в областном центре, он может обратиться в МФЦ, в избирательные комиссии и голосовать на участке в городе Кирове по своей регистрации. Куда его отправят? Нет, по своему месту жительства. А раньше эта система как? Раньше были ведь эти... Открепительные. А в целом принципиальная разница? А человеку приходилось ехать в район, допустим, брать открепительные. Заявление, да. На выборах президента страны это могло бы сыграть каким образом? То есть, ну, это подготовлено к выборам президента, которые будут в марте следующего года. А почему именно к ним? А у нас человек, допустим, живет в Москве, в Питере, на родине, там, допустим, за 2000 километров давно не появлялся, он приходит по месту жительства. То есть, опять же, город, да? Да. Тут у нас плывает в первую очередь. Ну и смотри, у нас, извини, просто от этого немножко отвлекусь, получается так, что на выборы президента получается так, что есть некая цель повысить явку. Так ведь получается, за счет таких вот удобных услуг. У меня такое ощущение было весной и в начале лета, а сейчас такое ощущение прошло, что высокая явка нужна на выборах президента. То есть, нет, я ошибаюсь. То есть, если раньше такой тренд намечался, то сейчас у меня ощущение, как у эксперта, что он прошел. То есть, решили опять работать старыми методами, что явка на выборах не нужна. Вот так. То есть, вот это вот, я почему и понял, что такую удобную услугу вводят для того, чтобы больше людей смогли проголосовать. А, кстати, много ли воспользовалось этой услугой? А вот недавно была новость, по-моему, порядка 30-40 человек, 34, по-моему, да, в области воспользовались этой услугой. Слушай, раньше открепительных больше брали. Там помнится вообще даже какой-то шум шел насчет того, что их там используют для подтасовок и так далее. Денис, ты же как наблюдатель можешь по старой истории пройтись. Было такое? Ну, я в области не видел, не видел. Видел другие моменты, когда голосовали массово не по, там, 2007 год, на выборы Госдумы, когда голосовали по месту работы, допустим, массово. Ну, то есть, тоже брали ответственное удостоверение, да? Нет, нет, нет. Кандидат специально организовал подвоз избирателей, допустим, на авиатском районе. Они все говорили, а мы вот работаем на центральном рынке, мы хотим именно здесь проголосовать. И была ситуация, что это 2007 год, и тогда это больше относилось к выборам в законодательное собрание области. Ну, а сейчас такая схема применима? Сейчас, в принципе, если постараться, то можно что-нибудь придумать. Да? Да. То есть, как бы, вот эти все ограничения, каждый год вводятся новые такие ограничения, да, выборные, и получается так, что какие-то старые схемы все равно под них не попадают. Ну, да. Ну, сейчас, вот, допустим, уже сочли законодательство, ну, в том числе и наказание за, там, карусели, то есть, за незаконную выдачу бюллетеней, незаконное получение бюллетеней, то есть, административная ответственность за 30 тысяч штраф. А раньше было как? Или раньше вообще не было? Был тысяча две рублей. То есть, сейчас просто повысили штраф? Да. А вот эти случаи, когда людей даже вот к тем маленьким штрафам привлекали, они были распространенные или все-таки нет? Они были, то есть, там, на регион, может быть, там, на несколько регионов, там, один случай и так далее, массово привлекали к административной ответственности за неверное заполнение копии протокола. То есть, ну, с копией протокола для того, чтобы проработать итоги, там, на участке надо обратиться в суд, а если она неверно заверена, то есть, ну, как, это не документ. Соответственно, тогда кандидаты, ну, или, там, недовольные в общем процедурой подсчета на участке, там, что нарушалось что-либо, они на, там, тех людях, которые заверяли в участковых избавательных комиссиях протоколы, там, председатели комиссии, секретари комиссии, замы-председатели комиссии, на них срывали свой гнев тем, что массово, допустим, составляли на ней, то есть, отправляли на них материалы, что неверно заверены копии протоколов. И массовые привлечения к ответственности были. Вот, допустим, в этом году, ну, там, период с 16 по 17 год, по выборам как раз прошлого года, это Республика Коми отличилась, там, скажем так, много заявлений было от партии на привлечении к ответственности как раз тех людей, которые заверили в избирательных комиссиях. То есть, это нарушение реально привлекали их? Да, реально привлекали. То есть, революции штрафовали? Ну, там, конечно, во второй инстанции суд принимал решение, что штраф это все-таки слишком сильно, то есть, закрывали дело по малозначительности, но люди все равно были привлечены к ответственности и не могут работать в течение года в избирательных комиссиях. То есть, я почему знаю? Потому что я для движения ГОЛО сейчас готовлю, в принципе, там, аналитику, подборку по привлечению к ответственности к уголовной и административной членов избирательных комиссий. В России вообще по периоду прошлого года, допустим, что там в течение года у нас суды и КП работали, следствия и так далее. Еще такой вопрос, если уж мы заговорили про нарушение, просто смотри, вот у нас даже такое расхожее мнение, условно, я не буду голосовать там своего депутата, буду или я не буду, какая разница, там, все равно ему там дотянут необходимые голоса. То есть, вот, условно говоря, лазейка для вот этих вот всяких натягиваний, дотягиваний, там, приписок и прочее, она остается все время или все-таки как-то она сокращается в связи с изменением законодательства? Если мотивировать членов избирательных комиссий, то... Вроде бы сейчас на центральной избирком он так вроде бы активно говорит за то, чтобы все работали по честному, по закону, там, чтобы без всего вроде бы у нас... Судить по прошлому году, когда Памфилова уже была представлена на центральной избирательной комиссии, то, что я, в принципе, анализировал, это были вбросы, там, в урны для голосования, организованные, там, членами комиссиями, организованными преступными группами, как это в судебных решениях. То есть... Кстати, немало роликов в интернете. В том числе, да. Можно посмотреть, как это делается. Так у нас скоро, у меня выйдет скоро на сайте голоса доклад, где будет, в принципе, указана конкретная ссылка на судебные решения и видео к этому судебному решению, что было зафиксировано и к чему это привело. То есть члены избирательных комиссий, ну, сидели сначала, рисовали подписи избирателей в списках избирателей, потом галочки проставляли, а потом все это скидывали. А потом пачка это все. Это было на выборах, ну, в Государственную Думу по прошлому году, введен день голосования. То есть это было... То есть я всего таких судебных решений нашел по стране 8 штук. Вот так. Мало, много? Это очень мало. Мало? Да, потому что, ну, во-первых, эти нарушения, эти преступления сложно фиксировать. То есть вообще должен быть сначала наблюдатель на избирательном участке. Во-вторых... К этому еще, думаю, перейдем, к наблюдателям как раз, да. Которые бы все должным образом зафиксировал. 211-101, напомню, номер нашего телефона. Вы можете дозвониться и высказаться. Пойдете вы на грядущие выборы, либо не пойдете. Пойдете, не пойдете. И почему? Что вами движет или не движет? Наоборот. Давайте сосредоточимся все-таки на губернаторской кампании. Да, 4 кандидата у нас, как известно, в этом году, которые представляют партия «Единая Россия», «Справедливая Россия». О, простите. Оговорился. Не идут «Справедливая Россия» на губернаторские выборы в этом году. «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР» и «Коммунисты России». 4 кандидата было и в 2014 году. Я напомню, что в 2014 Никита Белых победил с результатом 60, ну почти 70%. Представитель КПРФ занял второе место, почти 16%. Далее ЛДПР 10%. Ну и так далее. Денис, вот насколько альтернативны губернаторские выборы? Есть ли? Да вообще, как относиться к выборам? То есть любые выборы — это хорошо. По сравнению с назначением, которое было там. Почему хорошо? Потому что кандидаты вынуждены общаться с избирателем. Что-то делать. Да, ездить по районам, общаться с трудовыми коллективами, собирать избирателей, объяснять им, что они хотят, какое будущее они хотят им построить, что они вообще могут сделать для этого избирателя. Если будет просто назначение, значит, ну зачем ездить? Зачем ездить? Зачем шедевиться? Зачем тем более что-то обещать, за что потом еще отвечать? Да, и правительство региона сейчас как бы в подвешенном сцене. Что вот только после выборов, когда там население придет на избирательные участки, проголосует, вот тогда вы уже будете там... Ну не в РИО, конечно, сейчас же все у нас там с двумя точками там и-о, и-о, и-о. Именно так. То есть любые выборы — это хорошо. Кандидат шевелится, там что-то делает, обещания раздается. Да, вот я как раз на них хотел отточнить, что человек дает обещания, вынужден давать какие-то обещания, а потом худо ли, бедно ли, вынужден за это отвечать. Может сказать, а я не буду вам ничего обещать. Вот просто поверьте, и все. И мне все-таки кажется, что даже вот при таких наших практически безальтернативных выборах все-таки никто не говорит, что я не буду вам ничего обещать, все равно что-нибудь обещают. Все равно потому что есть, всегда есть какая-то тревога, что а вдруг, да? Ну, приезжает там кандидат в район, ему, то есть жители все равно приходят, общаются, рассказывают о своих проблемах, то есть все равно чем-то нужно помогать. Нельзя бросать район в том числе. Да мы-то понимаем, что не надо бросать район, таких же люди. И вообще мое отношение, почему нужно ходить на выборы, почему институт выборов очень важен, то есть, ну, вы не пришли на выборы, вы не проголосовали, а кто будет утверждать бюджет, принимать законно-региональные нормативно-правовые акты на уровне региона. Лишать вас льгот. Чья голова в телеке будет мелькать? Лишать вас льгот, устанавливать административную ответственность на уровне региона и так далее. То есть, ну, кто будет? Депутаты ЗАГСа, депутаты городской думы по бюджету города будут решать вопросы. Небольшая пауза рекламная у нас прямо сейчас. 12.31. В нашем городе мы вернемся через минуту. Две недели до выборов. Уже меньше. 10 сентября на нас. Пойдете, не пойдете вы? Голосовать и почему? 211.101. Мы продолжаем нашу беседу с Денисом Шадрином, экспертом движения в защиту прав избирателей «Голос». Нам еще нужно успеть все-таки поговорить о ситуации с выборами в городскую думу. Но пока еще остановимся на выборах губернаторских. Многие эксперты говорят в последнее время, что второй тур возможен. Денис, ваше мнение хотелось бы услышать. Понимаешь, что задавали вопрос уже этот? Да, задавали. Исходя из минимальной явки, которая, думаю, будет на выборах губернатора. Минимальная это сколько? Ну, по городу процентов 30, по области чуть больше, да. То есть, таким образом, ну, село нам выберет губернатора. Село выберет губернатора. То есть, второго тура не будет. Село, ну, ты там поответственней. Обращаясь. Село, как ответственно не будет обращаться, они все равно правильно голосуют всегда. Денис, мне просто, мы еще говорили, там не просто безносительно нарушений каких-то возможных, потому что, вот я говорю уже, вот там, как говорят, что, ну, ладно, мы там проголосуем, там, но все, необходимый процент будет натянут. Вот и коснулось вопроса работы наблюдателей. Какие-то очередные усложнения возникли по работе наблюдателей? Каждый год что-то ведь там ограничивают. В этом году ничего нового не появилось? В этом году, в принципе, нет. Как и осталось, допустим, для представителей СМИ аккредитация в Центральной избирательной комиссии. В смысле, в Центральной такой? Нет, 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 продолжаем, слушай, мы успеем принять звонок, да? Так и она осталась, то есть, у меня сейчас есть аккредитация в Центральной избирательной комиссии, я могу посещать там участки по всей стране, но... Нет, ну, скажем, вот я представитель СМИ в Кирове, где надо аккредитоваться, чтобы... Ну, и не СМИ, ну, да, в областной, да? А не СМИ, любой человек может стать наблюдателем? В принципе, любой может обратиться в партию. То есть в партию, да? В партию любой желающий может обратиться. То есть в партийные наблюдатели, они будут иметь доступ, да? Конечно, будут кандидаты-одномандатники назначать членов комиссии правосвещательного голоса и так далее. Но с наблюдателями, история же это сохранилась, что нужно там списки наблюдателей заранее предоставлять территориальную избирательную комиссию. Ну, то есть это вот то, что все ограничения, которые были, они остались, новых не появилось, да? Насколько будут активно работать наблюдатели, как ты думаешь? Ну, это, во-первых, зависит от самих выборов, будут ли они конкурентные. То есть по некоторым округам, там, в городскую думу, я полагаю, что будет конкуренция. Там наблюдателям нужно, там, работать, там, очень за всем грамотно следить. Иначе там, ну, всякое может произойти. Давайте примем звонок на послушатель, подсоединился 211-101, алло, вы в эфире, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Наталья. Наталья, ну, у нас вопрос из двух частей состоит, пойдете, не пойдете, на выборы, почему? Я пойду на выборы, я на выборы всегда хожу. Даже если вот у меня где-то года два назад я не смогла прийти по состоянию здоровья. Это 14 было. Ко мне приходили с ящичком всяким, целая команда. Вот, а так на выборы я всегда хожу, я люблю ходить. И мне вот хочется, чтобы новый губернатор у нас был, чтобы он, ну, нужды трудящихся, как говорится. В общем, то есть вы верите, что у вас голос, он будет учтен, и он поможет, чтобы выборы состоялись, и выбор был правильный, да? Да, конечно, обязательно. В общем, пойдете и другим советуете, правда? Обязательно советую, потому что, ну, я считаю, что... Ну, надо поддержать как-то кандидата. Хорошо, спасибо. Хорошо, спасибо. Хорошо, спасибо за вашу активную позицию. Активную позицию гражданскую? Потому что явка-то сейчас отменена. Порог. Порог явки, да. То есть... Зря, кстати, нет? Не зря? Конечно, зря. Многие ведь говорят о том, что надо вернуть. Да, есть такое мнение. В частности, а сейчас получается, что придет кандидат, порывы друзей, и оп. Выборы состоялись, да. Время меньше всего остается, так про наблюдатели поговорили. Про городскую думу, да. Про городскую думу, вот этот прецедент недавнешний, да, снятие списка КПРФ, и его восстановление на следующий день, да? Да, очень быстро восстановили. Вообще, что это значит? Можно максимально просто объяснить? Ну, я думаю, что это там, скажем так, местная региональная глупость. Вот, в принципе, ее пришлось исправлять. Что за глупость? Как это так, глупость? Вот, ее пришлось исполнять. Дело такое серьезное. Ее пришлось исправлять по вертикали власти, скажем так. Сигнал пошел? У меня такое мнение, да. Сигнал пошел? Да, именно так, что... Руководство партии вмешалось? Такого делать не надо. Соответственно, поэтому и пришлось все возвращать назад. Это как вспоминается, что... Ну, так же. Хотя многие политологические теории иногда могут просто разрушаться о человеческой глупости. Все думали, что он мастер иносказания подтекста, а он просто не тот файл в редакцию принес. И так далее. Всякое бывает. Но, в частности, по снятию КПРФ у меня такое мнение, что было желание, скажем так, ослабить партию КПРФ в Кировской области. Потому что к чему приводит снятие, допустим, конкретной партии? Это отток людей и отток финансов. В любом случае. Потому что, ну, и партия не будет представлена в городской доме тогда. Но делать такого никогда не нужно. То есть, если у нас в регионе до этого не дошло, то в северо-федеральном уровне, я думаю, объяснили, что ослаблять парламентскую партию в регионе, допустим, во время кризиса, ну, не надо. Не надо. Почему? Лишний раз вносить, да? Потому что, во-первых, это приведет к непонятным последствиям в будущем. То есть, да, краткосрочное решение, это хорошо, там, хорошо на выборах, там, все понятно, там, все замечательно, явка меньше, там, у партии власти голосов больше, там, все хорошо. Но в дальнейшем это приведет просто к непредсказуемым последствиям. Одно из них это, скажем так, усиление тех, кто более радикален. То есть радикализация обстановки происходит. Да, да. То есть, своими силами через несколько лет это просто выстрелило бы. То есть, снятие просто системной парламентской партии, хоть бы она там как ни критиковала. Что касается еще выборов в Кировскую городскую думу, представителям системной, так называемой, да и несистемной позиции, но такие испытывают достаточно серьезные надежды на эти выборы и прогнозируют себе серьезное закрепление в Кировской городской думе. Насколько это соответствует? Такой объективной действительности, на ваш взгляд. Ну, объективно, если судить... Ну, и простым языком говорят, что может там сильно изменить состав гордумы и могут попасть туда большее количество. Да не думаю, что он сильно изменится. То есть, по одномандатным округам там, где-то должна быть борьба по одномандатным округам. Ну, то есть, я таких выделил, штуки четыре, наверное. По спискам, ну, большой процент партия власти получит. Остальные поменьше. Большой, то есть, основной? Да, основной. Основной процент. Да. Что там остальные возьмут? Ну, будем смотреть. Это действительно интересно. А вот, Денис, смотри, вот памятные выборы пятилетней давности в городскую думу. Они же помнишь, какие были веселые? А там с 500 рублями-то, да? Да. Было как раз, можно сказать, ровно пять лет назад. Что-то такое вы не ожидаете на этих выборах? Не ожидаете? Ожидаете? Да. Без «не». Да. Не ожидаем. Не ожидаете, да? Да, то есть, на самом деле, и тогда это было, в правильной степени, неожиданностью, потому что фиксировали, что что-то непонятное происходит вот с этими договорами, там, на наблюдении на выборах и так далее, но не понимали, какой это размах заняло. То есть, потому что размах был просто громадный. То есть, как бы, вы полагаете, что это может быть возможно, но вы не ожидаете, да? Ясно все. То есть, как бы, неожиданность случится. Денис, такой простой вопрос. Кто, на ваш взгляд, основные все-таки конкуренты на ближайших выборах? Я имею в виду партийную принадлежность. В губернатор, да? Ну, в губернатор и в городдуму, да, и в губернатор, и в городдуму, да. В губернатор это, ну, там, КПРФ «Единая Россия». По городу, тут уже по партийным спискам, давайте судить, это «Единая Россия», «ЛДПР» интересен процент, ну, и КПРФ. Городдума. «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР». Ну, «ЛДПР» они на прошлых выборах ВЗС очень хорошо устреляли. Это сейчас самая многочисленная фракция ВЗС из «Единая Россия», 7 депутатов. Да, это в определенной степени отказывается протестное голосование. Протестный человек заголосует за «ЛДПР». Если говорить о красных, есть ли предпосылки для того, чтобы они укрепили позиции свои на предстоящих выборах? Ну, так в целом, и в городе, и в муниципалитетах. Какие у нас города, какие у нас микрорайоны считаются так традиционно красными? В Чепецке, да, ведь, довольно сильны позиции КПРФ? Там «Справедливая Россия». «Справедливая Россия», да. Мне кажется, в Чепецке наиболее сильные позиции... Но там же не будут выборов в городскую думу. Там же нет городской думы, там только губернаторские. Но и все-таки, есть ли шанс-то укрепить позиции? Да, на самом деле, не вижу. И там же это, в принципе, исходя из списков партий, как они составлены, то есть избиратель может прийти проголосовать за одних, а мандат получит совершенно другой человек. Паровозы, так называемые? Конечно. Там не только паровозы, там же еще потом даже те, которые вроде бы не паровозы, начинаются эти отказы, передачи мандатов, в итоге вообще не поймешь, в чем. В какую, скажем так, территориальную группу этот мандат ушел, в конце концов? Вспомни даже, когда АЗС формировался, сколько было этих переходов, переходов, в последний момент, в последний момент кто-то вдруг опять новый появился, посидел, опять новый появился. То есть это все очень сложно. Хотя еще годами прошло, как работает шестой состав, областного языка собрания. Да, то есть мы опять же приходим к тому, что, как я уже говорил, открытые списки, когда избиратель в бюллетене внутри партии за кого-то голосует. Но это как бы лучше, потому что там хотя бы понятно, кто первый получает мандат, то второй, кто третий и так далее. Не в том порядке, как они расположены партией, как решила конференция партийная, а как решил избиратель. У меня сейчас вспомнилось заявление, не так давно сделанный, по-моему, руководитель Кировского избиркома, о том, что на второй тур губернаторских выборов у нас денег нет. Мне тогда подумалось, а кому решать-то? Решать-то, наверное, все-таки людям, а не избирком. Ну, ситуация такая. Если не будет необходимо из второго тура, денег нет, ищут. Да, конечно. Это обязанное. Это федеральный центр, да, все-таки? Нет, это региональный. Это региональный бюджет должен, да, выделять? Решают избиратели все равно, по большому счету. Ну, если с учетом того, что у нас регион все равно датируемый, из федерального центра, то... По большому счету, деньги все равно будут федеральные, да? Но они найдутся. Да, ну, что там, забегая на две недели вперед? Первые-то итоги выборов мы уже будем знать в ночь, собственно, да, на 11 сентября. Ну, если будет не спаться, да, можно посудить, посмотреть. Жаркая пора больно, да, Денис? Да, вот интересненько. Вот те дни. Интересненько. Ну, я думаю, мы как раз где-то после выборов Денис снова встретимся. Конечно, я думаю, что тот самый эфир, который будет в понедельник, мы уже будем обсуждать эти предварительные итоги. Я думаю, что Денис снова будет в нашей студии. Так что стрелку забиваем, простите за эту формулировку. На 11 сентября, на понедельник, на тот самый первый день после выборов. Ну что, дадим совет-то идти? Не идти на выборы нашим слушателям. Конечно, нужно идти на выборы, потому что какая альтернатива выборам вообще есть? В течение времени человечество придумало выборы для того, чтобы не ввязываться какие-то военные конфликты между собой, а чтобы оно с помощью выборов определять, кто будет управлять страной, городом, регионом. То есть и лучше пока ничего не придумали? Да. Другого цивилизованного метода? Именно так. Нет. Хорошо. Завершаем на этом программу дневной разворот, то есть мужской понедельник. Благодарим нашего гостя Дениса Шадрин, эксперт движения в защите прав избирателей «Голос», Николай Голиков. И Владимир Сметанин. Через 20 минут слушайте программу «Особое мнение». Сегодня в гостях у Светлана Занько, координатор движения «Красивый Киров» Анатолий Корбатов. Добрый день. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok